Снова рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» — это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами сегодня на «Импакте». Я имею снова честь и благословение предоставить старшего пастыря церковь Сион в городе Сакраменто, штат Калифорния. Петр Иванович, приветствую, пасечник. Приветствую вас также, приветствую всех. Welcome back, как мы говорим, снова мы вместе. И, значит, мы пройдемся сегодня, и мы согласились вчера о том, чтобы не путать с 19 главой книги «Откровения», там, где еще один всадник на белом коне, это Иисус Христос. Это совсем другое. То есть здесь совершенно другая категория всадников. Да. И поэтому вам слово, Петр Иванович. Да. Ну, первый всадник, который мы вчера затрагивали на белом тоже коне, это Антихрист, который настолько замаскирован и просто говорит о том, что он вызывает, он готовится, маскируется как бы победитель. Но сегодня сделаем следующий шаг, то есть период второй печати, то есть это уже рыжий конь. Почему рыжий? Как он поменялся? Ведь был белый, тут друг перед нами уже рыжий. Если в белый цвет добавить немного красного, становится рыжий. То есть это говорит о том, что начинается период кровопролития, но мало еще, не сильное. Потому у этого всадника, когда мы читаем, что когда он снял вторую печать, 6 глава, 3-4 стих, снял вторую печать, и я слышал второе животное, говорящие, иди и смотри. И вышел другой конь рыжий, и сидящий на нем, и дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дали ему большой меч. То есть меч для того, чтобы размахивать, но опять же, далеко не достанешь, только рядом. То есть начало, близость уже к войне, начинается кровопролитие, но это еще не тот масштаб, о котором предвещает Бог, говорит Библия, откровение, что будет ужасное положение в мире, ужасные трагедии. Но это как преддверие, начало еще только. То вот этот рыжий конь об этом и предвещает. Кстати, по животным, здесь же, по животным. Значит, когда он получает такое право, и слышал, говорит, второе животное, говорящие, иди и смотри. А, животное. Да. Откуда исходит вот это животное? Снял вторую печать, и слышал я второе животное, говорящие, иди и смотри. Когда мы читаем откровение, мы сталкиваемся, особенно когда мы перейдем уже ко второй части с трубами, то мы это увидим, что вот эти голоса животных издаются, есть моменты сверху, оно приходит, и горе приходит с неба, а бывает уже дальше момент, вот уже пятая, шестая, седьмая, уже из-под земли. Так что бывают разные случаи. И животное, каждый, он имеет свое значение, символизирует. Я думаю, что оно будет удобнее и хорошо, когда мы пройдем сперва эти события, беды, так сказать, которые настигают. А вот такие уже вопросы дальше, животные, жена, невеста, символизирует рога и все прочее, вот это. Потом, и оно будет уже легче запоминается. То есть, животные есть, которые и снизу, и животные, которые сверху. То есть, звучит голос одних, они появились сверху, мы видим. Это те же, которые, 24 старца и 4 животных, это из них говорящие или нет? Так. Вы считаете из них? Почему, почему, и именно почему 4. Само слово 4, почему, почему именно 7, откуда наберется 7, это число, почему не 8, почему не 6, почему не 9. И эти моменты, если мы потом поговорим, я просто уже из опыта со студентами, когда преподаю, то я верю, что оно легче люди усваивают, легче запоминают. И так мы идем дальше. И сделаем так. Но пока перед нами сейчас вот такой момент, значит, начинается такое положение изменяться, атмосфера в народе, в мире, как и мы сейчас уже видим, что тот покой, который был, начинается уже тревога, где-то по местам кровопролития, но частичные. То есть это еще не то сильное. Ну, что мечом махнул, но рядом стоящего ты поранил. Или внуков. То есть это только угроза была, то еще там ничего, но меч уже может ударить, размахнуть. То есть это только период угроз еще. Первая ступень заманывает, обольщает, а вторая уже начинает потихонечку действовать, забирает мир. Это третья печать. А потом уже дальше, когда мы переходим уже к третьей печати, то перед нами пятый, шестой стих говорит, когда он снял третью печать, я слышал третий животный, говорящий, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей, и слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, хиникс, пшеницы, задинарий, и три хиникса, ячменя, задинарий, елея же и вина не повреждают. То есть близко к холоду что-то или холоду? Сколько здесь интересных моментов, смотрите. Значит, забирается, так сказать, экономический достаток. Такое будет поражение, что человек будет трудиться, работать весь день, а не сможет прокормить свою семью. Такой кризис придет, такое положение, и проработав весь день, ты заработаешь только одну порцию хлеба, которая нужна тебе на день пропитания. А чем можно прокормить семью детей дальше? Они же дома ждали, что ты принесешь. Невозможно. И при этом же, когда такая трудность, у кого-то такой недостаток, смотрите, что дальше говорит, что дает такое указание. Но не повреждай, говорит... Елея и вина. Да, не повреждай елея и вина. Почему? О чем? То есть будет категория людей при всем этом кризисе, которые будут в довольстве, в достатке, у них будет пир. Вот это символизирует, что они будут пиршествовать еще. Но это, конечно, единичные лица, единичные люди. А так было всегда. Не важно, что было, так сказать, допущено Богом оставить в достатке таких людей. Это не те ли, которые все-таки на великую скорбь остались для того, чтобы быть переплавленными? Не для них ли? И оно и для них, и в целом для всех. Великая скорбь – это шанс для покаяния всем. Хотя нас не будет. Хотя, да. В церкви. Мы верим в это. Мы должны стремиться к этому все. И всех призываем к этому. Стараться, да. Подготовиться к тому, чтобы Бог нас забрал в первой части Вознесения. Потому что Вознесение будет состоять не в одной партии, не в одной части. И вот если мы войдем в первую категорию, мы, конечно, будем блаженны. Так Бог и говорит. Блаженны и святы, имеющие участие в первом Воскресении. А будет и второе, и будет дальше. Так что вот такое и будет горе. И третье перед белым престолом. Тоже, да, всеобщие. Тоже называется всеобщее воскресение, да. Так что вот такое положение. Одни будут в бедности, в трудности. А вторые еще кто-то будет и пиршествовать. Вы знаете, я вот постоянно читаем слово. И я как-то не... Читая это, читая «Елея же вина не повреждаю», я как-то... Вот я впервые, кстати, вот это интересное толкование. Что все-таки для некоторых Господь еще... Еще дает шанс, дает еще возможность. Это голос, это сигнал, вызывающий к покаянию. Да. Так что... А то, что цвет сам вот этого коня, видите, как мы видим, вороной, это значит цвет смерти. Через это будет наступать смерть. Потому что ребенок будет плакать. «Папа, хочу кушать». Не имею, что дать не могу. И начнет такое, так сказать, наступление смерти. И, конечно, это трудности, это печали, переживания. Но к тому идет. Идет бледный конь следующий. Да. Ну, а следующий уже седьмой и восьмой стих говорит. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего, иди и смотри. «Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умершвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Посмотрите, я сперва сделаю тоже внимание, вызву всех, кто нас слышит, почему здесь, говорит, в конце мы прочитали, даже зверями. То есть Бог так допустит такую ситуацию, что звери, животные из разных мест будут выходить, кто где будет находиться, и будут набрасываться на людей. По той причине, что будет большой недостаток пищи, они сами не будут иметь чем питаться. И плюс при этом, говорит, четвертая часть людей будет поражена. Если на земле живет сейчас 7 миллиардов людей, то это почти 2 миллиарда, немного, скажем так, грубо меньше, 3,5 людей сразу умерли. Представляете себе ситуацию? Чем дышать? Это же, во-первых, будет воздух загрязнен, это будет вон, невыносимо страшные слезы, крик, плач. Никто ничего не сможет изменить и сделать. Вот такова будет ситуация. Опять же, это Бог нам говорит об таком ужасе, об этом, что предстоит впереди, но не с целью нас устрашить. Я это напоминаю всегда. Бог нам это говорит тому, чтобы нас подготовить, чтобы нас укрепить, чтобы мы старались возрастать в Господе, освящаться, чтобы мы вошли в категорию тех, тех, которые Он говорит, я укрою от годины искушения, чтобы мы вошли в эту категорию. Тогда мы будем счастливы. Нам это тогда не угрожает. Но кто останется, это еще шанс, еще возможность, все-таки, чтобы покаялись, обратились к Господу. Сейчас мы слышим везде, не последнее время, уже последние 20-30 лет прогресс. Это слово прогресс ежедневно и везде. Прогресс, 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 прогресс. Здесь же антиподом прогресса является регресс. Здесь сплошной регресс. Все идет на уничтожение, на разрушение. Да, да, это так. И, к сожалению, это, конечно, что Бог допустил такую мудрость людям. И вместо того, чтобы так шел прогресс в духовном направлении, в духовном росте, в познании Бога, а наоборот, все. Человек сам для себя готовит для своего же уничтожения. Посмотрите, к примеру, скажу, на каждого жителя планеты на сегодня 500 килограмм ядерных веществ. Сколько надо человеку ядерных веществ, чтобы его убрать? На каждого 500 килограмм. Это с учета всех военных разных приспособлений, что есть. Это ужас. Но при этом каждую минуту, сколько мы здесь разговариваем, умножайте каждую минуту на 30. Каждую минуту 30 детей умирает от голода и болезни. Это слезы, это горе, это ужас. Разумно ли тратиться, разумно ли поступают сегодня люди с теми же финансами и возможностями? Ведь за эти деньги, которые ежедневно 2 миллиона долларов идут на вооружение каждый день, можно было бы тех деточек, которые 30 каждую минуту умирают, прокормить и подлечить. Конечно, хватило бы. Но вот тот результат, что мы говорим сейчас. Место той мудрости для духовного роста, наоборот, разложение, деградация. Продолжается бряться не оружием непрестанно. По сегодняшний день. И, кстати, на злобу дня, о чем мы говорим, на днях было заявлено нашим этим президентом американским о том, что новый вид вооруженных сил образовывается. Это уже шестой. Под эгидой Пентагона будут космические войска. То есть уже оружие в космос запускается. Хотя при этом интересно скажу вам, когда я с ними имел встречу, 6 февраля, то он сказал, он призывал, не только он, и представители партии, и демократические, и республиканские говорили, мы здесь и будем молиться вместе для того, чтобы Бог, Библия, молитва были фундаментом нашей жизни, правления этой страной. И тогда все будет улучшаться. То есть, видите, при всем этом желании, намерении, когда говорим, а почему-то происходит иначе. Почему так? Состоится определенное Господом, наверное. То есть я так себе делаю выводы. Он не может все порулить, как бы он хотел. Все равно есть люди, другие, команды, влияющие, и не все происходит так, как бы ему и хотелось. Хотя я сказал, когда выехал от него, что мы живем в самой лучшей стране в мире. Потому что нигде правительство, президент так не говорят, не уповает, не призывает так к молитве, к надежде на Бога, как это было и на моих глазах здесь. И вы знаете, я верю в то, что это некая передышка для народа Божьего, хорошая передышка. Мы не только за славян говорим, мы говорим в целом за церковь, даже здесь в Америке, это передышка. Наверное, перед бурей, перед надвигающейся бурей, потому что что год или день или декада грядущая нам готовит, наш взор к тому напрасно ловит. Мы не знаем, что будет ждать. Но тем не менее, согласен. И так мы идем дальше по всадникам, и это бледный конь. Ну и дальше, когда мы читаем об этом, когда снимается пятая печать, он снял пятую печать и увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельства, которые они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святой истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Ну, можем даже на минутку чуть пока на этом остановиться. Смотрите, они прошли такой процесс, они были обезглавлены во время вот этого такого переживания, когда происходит действие во всей силе. Великая скорбь, она сама имеет это название, берет от того, что дьявол действует во всей своей силе ярости. Сегодня то, что мы встречаем и говорим, «О, дьявол, да, 24 часа в сутки он старается, работает». Правильно, это так и есть, но это частично его влияние. Но великая скорбь, это значит, что он будет освобожден полностью, дана ему возможность во всей своей силе. Поэтому называется великая скорбь. И вот от этой скорби, когда вот эти люди настолько смело и храбро, они будут стоять, и за вот это они будут убиты, обезглавлены, но при этом, что они хотя убиты, за что, смотрите, не за свои проступки. В этом стихе мы прочитали, в девятом, они были убезглавлены за Слово Божье. То есть за то, что они стояли в истине твердо, за то, что они уповали и распространяли ее. Вот за это они даже физически поплатились. Они были убиты, но в то же время, где они оказались? Смотрите, дьявола задача – не допустить человека к Богу. Смерть даже, которую он наводит, та же смерть, с которой они столкнулись лицом к лицу, она их не отдалила от Бога. Но что интересно, они наоборот, уже у него, уже у престола. Они уже там близкого. То есть все равно даже через смерть дьявол не может человека удержать, не допустить, но через это даже еще как бы приближают. То есть это говорит о том, что Бог любое зло, которое мы встречаем, преобразовывает, изменяет к нашему благу. Даже если не в этой жизни, в телесную, что иногда мы оцениваем такими мерками, но в вопросе вечности, спасения, Бог изменяет даже смерть на жизнь. Они уже, так сказать, в такой близости с Богом. И мы понимаем, что там они оттуда же вопьют громким голосом. И спрашивают, задают вопрос, да коли ты не мстишь, почему они так говорят? Да, они понимают, что есть несправедливость, потому говорят, что когда ты не мстишь, они верят, что на земле несправедливость. Им хотелось бы, чтобы это все закончилось, прекратилась эта несправедливость. Но Бог им, обращаясь, тоже говорит, чтобы они еще подождали и успокоились. В 11 стихе говорит, вы успокойтесь еще на малое время, пока и сотрудники их, то есть там еще есть и другие, подобные вам, вы просто не знаете. Дополнят число. Да, дополнят, придут. Это происходит что-то параллельно, как с сельем. Помните, когда он даже убежал, сфотворили такое чудо, и Бог его спрашивает, почему ты здесь? Он говорит, ну там все на меня восстали, все, хотят убить меня. А Бог ему что сказал? Ты не способен все видеть, ты не знаешь, что там еще 7 тысяч есть, там еще сзади остались. Точно так, и во время великой скорби вот это, кто-то уже и пострадал, он уже там, но это не значит, что больше там не было еще тоже подобных. Сотрудники, они еще там. Вот для чего дается этот период, как принято и так понимать, но это не буквально в нашем календаре, 7 лет, что великая скорбь, как это, седмица, это говорит о полноте времени, определенном от Бога. У Бога один день, как тысяча лет. То есть вы склонны сегодня сказать в эфире о том, что мы не должны 7 лет нашим календарем считать. Нашим календарем считать. Наш календарь, это не божественный календарь. Потому Библия говорит, у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Но это говорит о том, что полнота того времени, которое определено от Бога для покаяния. Во-первых, для того, чтобы Израиль обратился. Во-вторых, для всех грешников, чтобы покаялись в определенное время, которое Богу определено. Относительно великой скорби. Да. И вот тут же можно вспомнить еще и вопрос, который мы вчера, по-моему, чуть затрагивали о церквях, что 7 церквей. Почему 7 церквей? Почему Он не обратился ни к 8, ни к 6? Снова опять же та же мысль, что Бог обращается ко всем церквям. Полнота. То есть Он никого не упустил, никого не оставил без внимания. И когда вникать в те высказные обращения к церквям, мы-то можем видеть, что Бог в каждой церкви видит что-то доброе и говорит, поощряя ее, у тебя вот то хорошо, у тебя это хорошо. То есть во все периоды церквей Бог видел что-то и хорошее в каждой. Но каждый Он имел свое и замечание, обличение, указал на недостатки в каждой церкви. Почему Бог так делал? Вы знаете, когда я вот эту мысль поставил перед собой, я увидел время наших дней сегодня. Иногда мы вспоминаем и говорим, вот тогда, когда наши дедушки были, бабушки, вот то было время, вот то было церковь, а что сейчас? Это наши ошибки. Бог и тогда, так само как тем церквям, каждый имел свое обращение и поощрение, и замечание, так и сегодня, и во времена наших дедушек, отцов, во времена нашего пребывания, и когда наши дети будут дальше, если Бог продлит дни жизни, Бог в каждой церкви, имея свое обращение, и поощряя ее, и указывая на недостатки. То есть все-таки вы с надеждой, и с надеждой, и, так скажу, наверное, с верой смотрите в будущее, что не все будет потеряно в церкви. Конечно, конечно, духовный прогресс, он есть и будет продолжаться. Просто мы раньше не могли это увидеть и сравнить. И нам кажется, что сейчас катастрофы. Нет. И сегодня Бог работает, и сегодня Дух Святой работает. И сегодня есть 7 тысяч, которые перед валом непреклонения. Конечно, есть. И как Бог тогда исцелял, говорят, ну, тогда раньше вот дедушки наши были, Бог исцелял сегодня. И сегодня есть. Я вам скажу на факте, ни один пример. И в нашей церкви. Моя жена, у которой был остепероз предпоследней степени, и здесь дали заключение такое, и мы полетели в Молдавию, и я пошел там в правительственную больницу, потому что когда там жили, я был депутатом, знакомый, и пошел туда. Проверили, профессор самый лучший, сказал, у нее остепероз предпоследней степени. И тот дал такую же бумагу. Прошло год, мы пошли через год провериться, нигде не лечились. Я просто молился, даже больше тайком от нее, чтобы не вызывать в ней такое понимание, что вот со мной катастрофа уже. Молился. Через год умирает моя мама, мы летим срочно на похорон, пошли снова провериться. Я просто пошел провериться, убедиться, как прогрессирует та болезнь. Но я ей такую мысль не говорил, но в себе так держал. Проверяет профессор и говорит, вы о чем говорите? Но я пошел к другому уже, на другой прибор. Там новая больница сформировалась. Он говорит, у нее ничего нет. Говорю, как нет? Говорю, вы же знаете вот такого профессора. Вот результат, предпоследняя степень. И в Америке так. Он снова возвращает показания компьютера, показывает мне, смотрите, ничего нет. Жив Господь. Кто снял, то самый Бог, Он и сегодня делает, и сегодня исцеляет, и сегодня спасает, сегодня Дух Святой совершает свою деятельность. Просто нами надо кажется, ой, катастрофа, все. Вы знаете, мне позвонил один из братьев в Сиатле, мой старый друг, и говорит, ты знаешь, там есть церковь Кальчика, Саша, такая церковь. И говорит, по-моему, две-три недели назад, или пару недель назад, Бог крестил Духом Святым сто человек на одном служении. Сто. Да? Сто человек. Я говорю, молодежь? Нет, говорит. Разный возраст. Ну, я говорю, слава Богу. То есть, то есть, Господь не молчит с Его. Так, так. Мы подобные переживали. И у нас, и в церкви, и в кемпе были. Теперь недавно поехали. Одной группой 70 человек, молодежи поехали. Тоже так же Бог делал. Даже были с нами. Те, которые первый раз поехали, попросились, возьмите нас. И так же самое Дух Святой их касался и тоже делал. Вы знаете, пастор Петр, я вам такой открою секрет, что у меня было на сердце, насколько это было, ну, может, пять лет, может, семь. Однажды я, так сказать, в своей задумчивости, в размышлениях, я начал унывать. Глядя на некоторые процессы, происходящие, даже вот в народе, в церквах, кто другой, в отношениях, среди служителей, даже наедине. Я один был. И я говорю, Господи, на кого же, на кого же уходит наше старшее поколение? Которые веру сохранили, верно сохранили. И в молитвах прибывают по сегодняшний день. Глядя, я говорю, Господи, глядя на молодое поколение, глядя на наше поколение, но нету этого, нету этого. Нету жертвенности в служении, нету посвящения в служении. Кто-то требует зарплату себе, кто-то говорит, если дадите мне это, я тогда приду. То есть, и я так молился, в скорбях молился. Думаю, Господи, вот уйдут, но некому будет руководить или не руководить, а пасти твое старое. И потом, вы знаете, как-то Дух Святой мне так, в ночи в молитве говорит, Юрий, ты, я больше забочусь о своем народе и о своем теле больше даже, чем ты. И как-то я более-менее успокоился. Успокоился, а было у меня такое, я глядя, глядя туда-сюда, налево-направо, думаю, Господи, что же это происходит? Господь говорит, ты не волнуйся, я больше волнуюсь, чем ты. Я скажу, ваши мысли вы передали Рафаэля, был такой известный художник Рафаэль, вы передали его мысли. Я вспоминаю случай с ним, когда он однажды рисовал картину апостола Павла. Двое молодых юношей подошли, стали смотреть и говорят ему, вы неправильно рисуете. Он наглянулся, почему неправильно? Он уже все-таки профессионал такой. Они говорят, лицо вы слишком красное нарисовали. Почему так? Он говорит, я правильно нарисовал. А знаете, от чего оно покраснело лицо апостола Павла? Они говорят, а почему? От чего? Оно покраснело от того, что назадачен апостол Павел, в какие руки попала церковь сегодня. То есть, об этом еще во времена Рафаэля тоже так думали, как и мы сегодня думаем. Но я вам скажу, что церковь через, от меня перейдет дальше в руки этих молодых, которых Бог употребляет прекрасно, хорошо, и дальше будет вести. Вы вспомнили Рафаэля. Две недели назад мы восхищались не только Рафаэлем, но и Микеланджело тоже восхищались. Мы были там, смотрели на его письмена, смотрели, и во Флоренции смотрели, и в Риме смотрели, и тем и тем восхищались. Это потрясающе. Насколько человек, насколько духовные личности были, как они старались передать. Ну, это так. Да, да. И это, и действительно, ну, вы меня несколько утешили, несколько утешили. Вот, да. Знаете, я думаю, что это происходит по причине той, что сегодня мы можем иметь такую информацию и видеть больше, так сказать, отрицательного, и мы сожалеваем. Но при всем этом все равно Бог свою работу делает, как я сказал из этих убьенных. Все равно, хоть дьявол старался удержать, не допустить, Бог все равно свое вмешательство проявил, его сила больше, и Бог свое дело делает и будет делать. Уже в Господе. Итак, идем дальше. Затем, это мы по... ну, мы дошли к шестой печати. Да, это говорится уже в 12 стихе этой же главы, и когда он снял шестую печать, взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как лосеница, и луна сделалась, как кров, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая, сильным ветром, роняет незрелые смоклы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Ну, давайте немножечко вот так посмотрим, когда речь здесь говорит об этом, что такие произошли воздействия, влияния, что, говорит, и повреждение произошло в солнце, ну, во-первых, великое землетрясение, поражена, так сказать, удар такой сильный, Божье вмешательство, земля содрогнулась, и дальше солнце стало мрачно. Когда мы читаем Библию, то Бог подразумевается, сравнивается не один раз, и Давид говорит, Бог есть солнце. Библия напоминает нам, что Он есть то солнце, которое согревает нас. Я параллельно также при этом ставлю, хотя понимаю, что и в натуральном смысле слово также будет повреждение, оно и происходит и сегодня, повреждение в солнце, но при этом всегда так же откровение, оно имеет и вторую часть духовную, которая говорит нам о том, что Бог, который есть солнце, который согревает, этого действия не будет, то есть оно будет восстановлено, оно будет перекрыто под влиянием дьявола, под действием антихриста, вот это солнце не будет так согревать сердца людей. И не согревая, что происходит, когда недостаток солнца? Холод наступает, не так ли? Конечно. Замерзаем. То есть будет приходить вот такое охлаждение духовное в народе. Вот о чем это говорит. Когда происходит охлаждение, оно отражается дальше на вторую часть луны. Как здесь говорит то же самое, что и луна сделалась, как кровь. То есть мы, христиане, мы являемся, как образно, сравнение, как луна, которая отражает весь солнце. И то же самое, произойдет такое падение, что не будут иметь люди, христиане, способности отражать Бога, отражать то солнце. А наоборот, покрытый кровью, то есть сожалеется. А кровь – это признак смерти, когда человек, кровь из стекла, он умирает. То есть духовное умирание наступает. Звезды падают, смотрите, говорит, и звезды тоже так же падали небесные на землю. Да, звезды сегодня тоже падают, и в натуральном смысле слова падают, но в так же самое, параллельном смысле слова, в духовном звезды, то есть люди, личности, выдающиеся, которых Бог употреблял, которыми восхищались все, приятно было смотреть, как поют, как играют, как проповедуют, тоже упадут. И сегодня многие пали и падают. И это даже, к сожалению, этими днями, даже я принимал, звонки такие были, там сняли служителя, там сняли. К примеру, так скажу, даже ежедневно, только здесь, в Америке, где мы живем, каждый день 50 пастырей сдают свое служение. 50 каждый день. Почему это так? Потому что люди не могут выдержать того, что происходит сегодня в народе. И в духовном мире тоже. Да. Та злоба, вражда в народе, зависть. Вот то, что мы читали в начале, что забирается мир, то есть, то спокойная, хорошая жизнь, отношения, оно исчезает. И на смену этого приходит злоба, вражда, ненависть, и человек не выдерживает. Наступает вот тот холод, и все, он руки опускает, сдается, все, покрывается вот той кровью, смерть духовная наступает. Вот так и происходит. Мы сегодня утром говорили, с некоторыми пастырями, тоже эфир у нас был, относительно, да, относительно кризиса. Да. Есть некий духовный кризис. Да. Можно это наблюдать. Так. И только лишь та категория служителей, которые слышат Божий голос, имеют откровение от Господа. Их этот кризис, духовный кризис, кто-то говорит, депрессия. Я был шокирован, пастор Петр, был шокирован, и эту статистику взяли в христианском миде, американском, выплеснули на всеобщее обозрение. Очень много, очень много, особенно это касаемо афроамериканских пастырей, чернокожих, очень много из них, для того, чтобы иметь этот драйв в проповеди, драйв, ну, энергию прочую, они обязательно принимают таблетки, дающие энергию, вот перед проповедью он должен, такой стимул, подкрепление такое, такое, что-то наркотическое. Это тихий ужас, я думаю, до сего мы... Ужас. Это, то есть, кризис, настоящий кризис. Это, говоря о вас, говоря о нашем, как мы говорим, здоровом есть, здоровое, славянское мировоззрение духовное, относительно истины, да в голову не придет здравому, любому нашему брату, вашему отцу, моему отцу, перед проповедью, если он готовится к проповеди, отец по сегодняшний день проповедует, так он ищет Господа, ищет Слово, а не таблетку принимает, чтобы там это взыграло в голове. Конечно. Это говорит о кризисе, это говорит действительно о духовном кризисе. И то, о чем вы здесь именно говорили, что мы вчера говорили всякая истина параллельна, что очень важно переносить вот эти истины в нашу параллельную повседневную духовную жизнь и служение. Так. Почему они это принимают? Эти средства, которые придают им энергию такую, скажем, силу подкрепляющую, они хотят получить ту силу, чтобы выдержать, сказать так. А Христос что сказал, когда имел оставлять уже эту землю покидать? Он сказал, и вы примете силу, мы же нуждаемся в ней, но при условии, как он сказал, когда Дух Святой сойдет на вас, примите, и вы будете иметь. До того момента, они же тоже с ним были рядом, но они, посмотрите, какие были, так сказать, боязливые, трусливые, в страхе, что спросила женщина Слово Петра, ой, я даже его не знаю, я не из того общества, как, твой голос тебе выдает, мы тебя видели, отказывается, страх, боится, но прошло короткое время, когда сошел этот дух, когда эту силу принял, когда воскресший Христос пришел снова к тому же Петру, который отрекся, хотя, казалось бы, это несправедливо, должен Петр прийти с покаянием, но Христос пришел первый к ним через закрытые двери, не взламывая их, пришел, обращается к ним, и когда он им сказал, тогда, думлый сказал, примите, что примите, примите силу духа, совершенно верно, и когда они приняли, после этого, что интересно, никто их уже не мог запугать, никто не мог остановить, даже сми, ничего, смерть угрожает, и Петру тому же, и он говорит, я не достойен умереть так, если даже принимаете решение меня распинать, распните меня вверх ногами, его распали вверх ногами. Я более чем уверен, пастор Петр, что в ваших предметах вы преподаете тему относительно присутствия Духа Святого или отсутствия его во время периода Великой Скорби. То, о чем мы говорим, когда уже церкви, мы говорим, не будет, взять из среды удерживающей, скажите, это о Духе Святом или о чем? Конечно, вот именно, кто удерживает Дух Святой, вот эта сила только может удержать, и никто другой не может. Вот именно, вот этот вопрос, этот предмет, тема, так сказать, такой лекции, которая тоже у меня есть, я называю ее деятельность Духа Святого. Иногда многие служители не различают этого и понимают одно, деятельность Духа Святого в молении на иных языках. Замолился, все. Но, это одна из частичек, а деятельность Духа Святого, она очень обширная, и разделяю я ее по ступеням. Первое, всегда в вопросе нашего спасения деятельность Духа Святого отражается, видна в залоге. Когда Бог дает залог Духа Святого, как депазит, мы хотим иметь здание, да? Мы даем депазит. Бог дает депазит, этот залог, и этот Дух Святой, залог, тогда человек оттянет, ведет в церковь, подводит его вперед, и он объявляет покаяние. Пока там нет этого залога, его это не интересует, нет той силы, которая бы его подвела к Христу. Ему это неинтересно, это даже страшно, он уходит. Но когда вот этот залог в него, так сказать, капнул, начал работать, если взять ведро, там, скажем, с какой-то, скажем, вода, и капнули одну каплю чернила, оно сразу работает. Вот так и Дух Святой. Когда залог Бог дал, чуть-чуть, частицы уже, оно начало у него работать, ему уже не спится, он думает, откуда я пришел, для чего я живу, куда я уйду? Все, иду я в воскресенье в церковь. Вот так Дух Святой работает. И потом после залога дальше идет рождение Духа Святого, а потом дальше процесс исполнения силы Духа Святого, а потом дальше крещение, а потом дальше рвание Духа Святого. И так этот процесс работает. Это не одно только моление на языках, и все. Прекрасно, прекрасное объяснение, спасибо вам. Смотрите, человек греха, сын погибели, которому не дает открыться, доколе не будет взять удержу, то есть и печати, и трубы, и чашек, то есть после взятия Духа Святого с церковью, вот это и разворачивается. Хаос начинается. Да, так, так. Хаос начинается, когда он уже позволяет, таким, скажем, словом, когда он забрал, когда он снял этот замок, который удерживал, или как наручники, снял наручники с преступника, вот он начинает дальше проявлять себя. А пока он скован наручников, он ничего не может сделать. Вот так самое это. Дьявол, антихрист, не может делать, пока он не раскалывает. Ну да. Идите гором и холмом, падите на нас, сокройте нас из сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Это же не суд перед Беремым престолом, еще. Нет. Или это оттуда взято в этот стих? Нет? Нет. Не думайте. Это еще на земле, вот такое время великой скорби, это уже, так скажем, во второй половине великой скорби, уже такое сильно тяжелое время, что люди не могут выдерживать вот этих страданий. Потому так, говорит, что они взывают уже к горам, падите на нас. То есть невыносимые страдания, невыносимые боли. И вот почему они обращаются с таким голосом, почему они так говорят. И говорят, «Горами камням падите на нас, скройте нас от лица, сидящего на престоле». Вот тогда они начинают понимать уже, что значит Бог. Кто сидит на престоле? Бог. Он сидит. И им страшно. Они понимают, куда уже дальше, что и чем закончится. И потому они не хотят уже, думают, что на этом закончится. Нет. Даже если физическая смерть наступила бы, даже если бы там камень упал большой, накрыл их, на этом страдание не заканчивается. Потому что смерть, которая физическая, которую они здесь просят, это всего лишь процесс перехода. Или другими словами, это просто перемена адреса. Находишься на одном адресе, перейдешь завтра в другой. Одежду поменялось. Да, когда наступит физическая смерть, это просто разъединение плоти с душой. А душа уйдет обязательно туда, куда человек сегодня выбирает. И она бессмертна. Она будет страдать, мучиться, если человек сегодня не примет Бога, она будет вечно мучиться в том месте, в котором мы будем дальше еще говорить, тоже подробнее, объясняя, что такое озеро огненное, которое впереди ожидает всех. И туда будет брошен и ад, и смерть, и дьявол, антихрист, и все, кто живут против Бога. Как бы это горько не звучало, но всему надлежи быть. Печально, но так. Надлежи быть. Да, Бог справедливый. И Он это делает не из-за гнева, а из-за справедливости. И просто еще продолжает, дает людям шанс, дает такую возможность. Потому что сегодня мы должны быть осторожны. Потому что именно вот это влияние, воздействие, оно будет происходить и будет ставить такие условия антихриста вот в этот период времени, который мы прошли, вот так скажем, шесть этих моментов печати. Как Он так будет влиять? Он будет создавать условия такие, что человек вынужден будет и попадает под это влияние. Почему? Потому что Он будет делать начертания. Ставить печать 666. И это не значит, что Он будет ставить клеймо, цифры, три шестерки, которые люди так себе представляют. Но это знак Его, который об этом говорит. И что интересно здесь, когда мы об этом читаем, что Откровение также говорит, 14 глава, 11 стих, говорит об этом, что поставить на челой, на правую руку. Как вы думаете, почему печать на правую руку? А почему не на левую? Ведь левая же ближе к сердцу, может быть, если думать, что влияние на сердце. Почему на правую руку? Что это значит? Правая рука, она символизирует деятельность человека. Все то, что я могу делать, что человек может делать, в основном мы делаем правой рукой. Да, здесь американцы, мы видим, что многие левой рукой пишут. Но в основном, в мире, в целом, преобладает правая рука. Это символ деятельности человека. Антихрист заинтересован в том, чтобы через эти средства, свои, которые он готовит, через эти чипы, взять деятельность человека в свои руки, в свое управление, руководить его деятельностью, то есть, чтобы не то я делал, что я думаю, что считаю полезным, но то, что программа в электронной форме будет влиять на мой мозг, на человеческий мозг, то человек, чтобы это и делал. Почему печать на лоб поставлена будет? Почему не на затылок, или почему не на плечо, или даже, скажем, в области сердца, но на лоб? То есть, лоб – это место нашего мышления, центр мышления. То есть, это тоже символизирует, что дьявол заинтересован. Антихрист стремится к тому, чтобы мышление человека, все полностью в рассуждении, взять тоже по свое влияние, чтобы человеку так влиять, чтобы он тоже считал разумным и правильным то, что ему нравится. На сегодня христиане разделяют, понимают, что то, что дьявол говорит, это нехорошо, то, что он делает, это нехорошо, но вот он стремится к тому, чтобы повлиять, искажать умы людей, взять по свое воздействие. А под этим, чтобы добиться, он очень хитро строит эти, так сказать, ловушки. И говорит, что если я вам поставлю это, если вы это примете, вам будет удобнее, будет безопаснее. Даже такой пример привели, как бы для агитации, вот в Москве человеку поставили чип, и в 5 часов утра ему звонят и говорят, у тебя через час будет инфаркт. Как? Откуда знаете? Вот тот чип, который тебе поставили, он сразу нам дал сообщение. Если тебе сейчас сделать операцию, помочь тебе, ты будешь спасен, иначе твоя жизнь все на грани тассы смерти. И он сразу же согласился, его забрали, сделали, и это реклама громкая. На самом же деле, это же не так работает. Так Гитлер обещал немцам, если мы уберем всех евреев, жизнь Германии станет процветающей. Он убил 6 миллионов евреев, а что изменилось в Германии? Стало лучше? Жизнь как жизнь. Проблемы есть свои проблемы. В свое время есть везде свои плюсы и минусы. Но не стало то, что он обещал. То есть антихрист, дьявол, он обманывает, он ставит разные предлоги такие, чтобы человека к этому подводить. Тебе это будет удобнее, тебе это будет полезно, примет он очертание. А Библия говорит, что кто примет, все он себя поставляет под это. То есть мы можем смело понимать, что 666 это не определенная цифра. Ну да, и почему именно 666? Почему не 5, почему не 8? Ну можно было бы назвать 888? Нет. Потому что если число 7 полнота, полнота Божьей силы, полнота Божьей власти, конечно, дьявол хотел бы, чтобы у него было 8, чтобы он над этой полнотой преобладал. Но Бог этого никогда не позволит, и он не может иметь, даже на уровне с Богом, чтобы он так состязался. Это говорит о том, что он под Божьим влиянием. Бог его может победить, и так и будет. И когда вот эта битва Армагеддона, о которой мы тоже поговорим, это показывает тому Бога большей силы, он сразит его. Продолжайте. Да. Так что, поэтому Бог сегодня нам просто через это подсказывает, говорит, чтобы мы старались иметь печать, но не эту, которую Антихрист готовит и хочет ставить, и будет ставить, а печать Духа Святого. Потому что именно это начертание, о чем оно говорит, кому личность принадлежит. Потому Антихрист будет ставить, и кто примет, это будет показывать, подтверждать все. Я принадлежу ему. Принадлежу, значит, делаю то, что ему нравится. Кто будет иметь печать Духа Святого, это подтверждает, мы принадлежим Богу. То есть мы на стороне Бога. Поэтому я желаю всем, чтобы все имели именно печать Духа Святого, начертание Духа Святого, а не то, которое дьявол старается ставить. Ну, вот такое будет горе, проблемы, беда, и будут переносить, страдать, вот так плакать, просить горам, падите на нас, это те, которые примут начертание, потому что они пожелают своих деточек спасать. Тоже условно, под этим условием дьявол будет делать, что будешь иметь начертание, ты сможешь купить. Библия говорит, что если кто не сможет купить, то в 16 стихе 13 главе Откровения говорит так, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, то есть смотрите, разные категории людей, хоть малый, хоть старый, хоть грамотный, безграмотный, богатый или нищий, но всем, что будет всем, положено будет начертание на правую руку, то есть такое обязательство будет он пытаться сделать, но не силой заставить, а приманкой, ставить условия. Почему? Потому что кто не поставит, тот не сможет купить, и у нас есть и дальше говорит, что нельзя будет ни продать, ни купить, то есть условия такие. И представьте себе, ребенок лежит в больнице, умирает, надо спасать, а врач говорит, перед тобой выбор, или начертание, нужен чип, и мы сможем оформить, все зарегистрировать. Ребенок плачет, умирает, папа не может это выдержать. И что делает папа? Протягивает руку. Я соглашаюсь, я не могу смотреть на смерть моего ребенка. Так что вот такие условия он будет ставить, просто хитрые такие обстоятельства, которые, как говорят другими словами, добровольно-принудительно. То есть люди будут принимать печать, да, это добровольно, но это добровольно-принудительно. Он такие условия ставит. Или ребенок из голода умирает. Папа, хочу кушать, уже три сутки не ел. Как папе смотреть? Это нелегко, это больно. А для того, чтобы ты взял тот кусочек мяса или хлеба, папа, давай руку, поставим и сейчас оформим, и ты возьмешь. Потому что деньги, все это будет убрано. Оно не будет в обороте, а через чипы. Все такие условия, такие правила. Друзья, вам хорошая новость сегодня. Мы предлагаем с пастором Петром хорошую новость о том, что вам не надо проходить все это. То, о чем мы говорим, вам не надо проходить. То есть вы не должны это проходить. При одном условии. Если ты никогда не служил Богу, если никогда, это как предостережение, ты можешь войти в лоно церкви, как мы говорим. Ты можешь стать частью тела Иисуса Христа. Невидимого. Не о куполах говорим. Не о золотых крестах на куполах. Мы говорим о части тела невидимого, но реального тела Иисуса Христа. Поэтому вам не надо проходить то, о чем мы говорим. Вам не надо вопиять гором и холмом, чтобы они в пещерах падали на вас. У вас есть сегодня реальная возможность, реальный шанс принять его Господом и Спасителем. И поступать соответственно того имени, кого вы приняли или принятие. Поэтому вот такую хорошую новость хочу сказать. о том, что есть во всем этом мрачном и малоутешительном, нарисованном сегодня нами. Но есть хорошая новость. О том, что нам не надо там быть. Мы можем быть, войдя в число церкви, в число невесты, в число его тела, мы можем быть лишены всех этих пагубных воздействий и на наши семьи, и на детей, и на все. Так. Апостол Павел так говорит. То есть Бог через него нам это говорит. эту мысль, подтверждая, закрепляя все то, что вы сказали, для избежания всех этих условий. И чтобы мы этого не боялись. Он говорит так. Ефесянам, глава 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины», то есть мы обращаются к нам, ко всем христианам услышали это слово истины, благовествование вашего спасения. То есть слова, звучащие доброго направления, доброго намерения, благовествование спасения. И уверовав в него, то есть, когда это слово достигло наших мыслей, мы приняли решение, мы поверили в Бога, мы сделали шаг Господу, мы признали Его авторитетом нашей жизни, мы дали возможность Духа Святого поселиться в нас, дальше говорит, запечатлены обетованным Святым Духом. Вот это есть гарантия избежать всех тех бедствий. Желаю всем, чтобы этим были исполнены. Пастор Петр, то, что чем какое-то время назад, вот какой-то период времени назад, оно чуть-чуть тронуло нашу эмиграцию, и в частности старшее поколение, когда ряд из наших пожилых людей, братьев и сестричек, выходили на СССР, или то, другое, третье, были всякие, как мы говорим, треволнения в народе, и в церквах, и везде это публиковали, кто-то был напуган, вот когда им предлагали Сушил Секьюрити, одно, другое, третье, или гражданство американское, или если вы хотите получать какое-то пособие, значит, и напуганы были, ну, говорят, что это якобы уже начертание принятия. Что вы скажете на это? Знаете, вы мне вспомнили 90-е годы, 94-й год, когда я был пастором там, в Молдавии, 3-й, 4-й год, и с Америки поступала помощь. Вот к гуманитарке пришел этот маргарин, и там был этот штампик компьютерный, и я встречал такое, давая людям эту помощь, ну, я стоял как пастор, братьям поручил, раздают, люди отказывались. Нет, не надо. Что вы говорите? Как? Это же бесплатно вам даем, маргарин детям вам, берите. Ну, ну, смотрите, пастор, там знак. Это 666. Люди боялись этого знака. Кто из нас сегодня убегает от этого знака? И где его нет? Нет. На любой вещи. Что я хочу сказать? Мы должны понимать, что с годами меняются методы действия, а люди иногда вот эти методы, которые новые приходят, сразу их приписывают, сравнивают с тем, приравнивают к тому, что вот это оно уже. Ну, времена меняются, методы меняются, и мы должны это понимать. Но действие Антихриста, оно настолько замаскировано, что его не так просто будет различать и понять, что вот это оно. То будет совсем в духовном смысле. И разве он сегодня не работает? Он и сегодня ставит. Скажите, Дух Святой сегодня ставит печать или нет? Ставит. Конечно, ставит. И вот эти же слова, которые мы говорим, вот Ефесянам 1.13, что мы сейчас вспоминали, Дух Святой сегодня тоже ставит свою печать. Дьявол старается не вставать. Он тоже уже сегодня стремится и ставит. Но мы ее просто не видим так, этими очами. Но эта печать говорит, кому принадлежит человек. И не надо бояться видимого, видимых этих вещей. Это методы. В нашей жизни удобства, условия. Если раньше ездили на велосипеде, никто понятия не имел за машину. Если в молодости, я помню, когда одного из парней в церкви исключили за то, что мотоцикл Яву купил. Только она появилась. Исключили. Говорили, это дьявол, нечистая сила тебя несет. Так кто сегодня исключает за Лексус или Мерседес? Или за Порш или что-то другое? Но времена меняются, методы меняются. А Бог один и тот же. И Дух Святой тот же самый, та же самодействует. То есть мы должны усматривать корень. Да. Важно видеть корень. Так. А все содействующее, сопутствующее, оно может служить нам, несомненно, к оборудованию. Конечно. И использовать всегда, если мы видим какие-то ресурсы, методы, возможности, все использовать, направляя к спасению. И плюс к этому очень важно использовать, даже, смотрите, осталось пять минут, даже те технологии, которые Бог дал для человека, дьявол же их ворует. Ну да. Знали ли вы, я более чем уверен, что вы знали, что первое радио сто лет назад, оно было создано христианами, и из первой волны, радиоволны, звучало Слово Божие. Тот человек, которому Бог дал эти способности, сделал это для того, чтобы проповедовать Евангелие. И как вы верно говорили, дьявол же тут всякие, все остальное, на первых каналах, на первых каналах телевидения в мире, это было в 30-х годах, проповедовали только проповедники в Америке. Я имею прекрасный материал на этот счет. И затем, смотрите, дьявол посмотрел, позавидовал, и начал хитросплетенными своими хитростями туда бомбардировать все остальное. Но это не так было. Поэтому он действительно большой хитрец, для того, чтобы Бог дает для блага. И мы используем, мы используем спутниковые системы, кабельные системы, телевидение, радио, интернет для блага. Дьявол, дьявол, он копирует. Конечно. И извращает это все. И влияет уже в пагубу. Да. Влияет в пагубу. Так. И я скажу только так, общая к этому, что в те времена вы сказали, что раньше так было. Да, это так было и так действовало. И даже американский президент Линклит сказал такие слова. Библия – это подарок от Бога человеку. Представьте себе. Да. Так что я желаю всем, чтобы все руководствовались этим подарком, чтобы все его ценили, чтобы строили свою жизнь на этом подарке по названию Библия. Спасибо. Спасибо, Петр Иванович. Следующий эфир. Во что мы углубимся? Следующий этап, часть при изучении эсхатологии, это идет, заканчивая моментом седьмой печати. И она, между прочим, отличается от всего того, что мы слышали беда, беда, горе, горе. А седьмая печать наступает тишина. Почему? Что за тишина? Что это такое? И если читать восьмую иглу, первый стих об этом говорит. На полчаса. Да, да, на полчаса. Это символ передышки. Когда тишина, представьте себе, во время войны, помните, в сорок первом году, скажем, в сорок пятый, бьют немцы, бьют, а потом тишина. Что происходило во время тишины? Враг подтягивал свои силы. Враг закреплялся. Вот что значит тишина. Вот что значит тишина здесь, в данном случае. Дьявол, антихрист, будет подкрепляться. Он будет другие еще силы подключать. Готовится к более сильному удару, который наступит. И дальше удар будет через трубы, которые тоже интересны. Мы будем говорить. Семь труб, но они разделяются на две категории. Первые четыре трубы, это есть одно влияние страшное, три следующие, они совсем отличаются иначе. Полчаса это по времени или это все-таки какой-то период? Нет, это тоже говорит, почему сравнение полчаса, а там говорится дальше дни и года. То есть это короткий промежуток времени, такой передышки. То есть наступит как потепление, расслабление. Почему? Человек обычно расслабляется. Когда уже затихло, он думает, что все хорошо уже. Но Библия говорит, тогда постигнет пагуба. То есть это время такое обманчивое, а в то же время дьявол укрепляется. Антихрист будет подкрепляться. Поэтому, друзья, спасибо, что вы были с нами. Не пропускайте наших программ. Мы будем периодически встречаться с пастором Петром Ивановичем Пасечником. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на импакте. И будьте благословен. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Оставайтесь с нами. Иисус Христос любит вас.